Этой осенью на экраны выходит юбилейная 25-я часть Бондианы. Автомобильным партнером фильма «Не время умирать» стала компания Jaguar Land Rover, что среди прочих моделей выдала для съемок новый Defender. По этому случаю на рынок выходит особая серия моделей под названием Land Rover Defender V8 Bond Edition. Притом такой внедорожник можно заказать и в России. К нам привезут 20 из 300 выпущенных машин. По большому счету это обычный серийный Defender V8, но оформленный как автомобиль из фильма. Его украшают обильный черный декор, 22-дюймовые колеса, синие тормозные суппорты, а также шильдики 007. Кроме того, при запуске медиасистемы отображается короткий ролик, посвященный Бондиане, а при открытии дверей проецируется соответствующий логотип. В общем, забавно, но не более того, учитывая вполне серьезную цену на уровне 11 миллионов рублей. Между общемировым дебютом и стартом российских продаж обновленного Volkswagen Terramonco прошло больше полутора лет. Так что российские покупатели успели позабыть, что такая модель вообще существует, ведь запасы дорестайла иссякли давным-давно. К концу этой осени большой кроссовер наконец вернется. Напомним, что модернизация принесла фары меньшего размера и другую решетку радиатора. В салоне новый руль, другие приборы и более современная медиасистема. Начальная комплектация Respect за неполных 4 миллиона рублей неплохо упакована. Она включает 6 подушек безопасности, обивку салона кожзамом, трехзонный климат-контроль, виртуальные приборы и адаптивный круиз. Кроме того, к нам привезут аспортивленную версию R-Line, что отличается другими бамперами, оригинальными колесами, а также фирменным декором салона. Для этого исполнения, помимо двухлитровой турбо-четверки, вдобавок доступен атмосферный V6. Кио Рио примерил новый логотип марки и расширил палитру цветов. Кроме того, средняя комплектация Lux отныне заменена исполнением Luxe AV, куда вошла продвинутая медиасистема. Со сменой модельного года машины подорожали на 10 тысяч рублей, но упомянутая Luxe AV оказалась дороже сразу на 35 тысяч. Вся техника осталась прежней. Это пара атмосферников разного объема, с которыми работают шестиступенчатые коробки. Механика и автомат.